Семье Никитиных из Углегорска требуется помощь. Переселенцы с двумя маленькими детьми переехали из-за обстрелов в Красноармейск. В родном городе их дом полностью разрушен в результате прямого попадания снаряда. В чем нуждаются вынужденные мигранты, знают наши корреспонденты. Что, на руки? О, Господи! Я ж вам не сломал. Александр Никитин играет с маленькими дочками. Говорит, дети больше всего любят, когда он берет их на руки. Семья переехала из Углегорска из-за боевых действий. Двухлетняя Наташа до сих пор не может оправиться от обстрелов. После пережитого у ребенка сильный испуг. Речь, соответственно, нарушена. Почему? Потому что бабахи. И здесь живем возле железной дороги, вагоны бахают, она вздрагует до сих пор. Мой дом, где я жил в городе Углегорске, он разбит. То есть разбит под фундамент полностью. Оставшись без дома, Никитины с детьми бежали от боевых действий в Красноармейск. Здесь и решили обосноваться. Александр много лет трудился на шахте. Однако сейчас глава семьи временно не работает. Перебивают со временными заработками. Денег на съем квартиры с удобствами не нашлось. Приходится арендовать комнату в заброшенной двухэтажке на окраине города. Живем в заброшенном бараке. Все рушится. Зимовать в полуразрушенном доме с маленькими детьми переселенцы опасаются. Ведь отапливать помещение попросту нечем. С продуктами семье помогают волонтеры. Однако вынужденным мигрантам срочно нужна одежда для детей, а также жилье за умеренную плату, чтобы пережить холода. Александр и Азиза в ближайшее время намерены отдать детей в детский сад. Несмотря на трудности, собирают средства на зимнюю одежду для малышей. Но и от помощи неравнодушных людей не отказались бы. Нина Щегловская, Телеканал Донбасс.